здравствуйте дорогие друзья с вами снова елена поскольку у нас очередное пополнение в рубрике маэстро-мажор приглашает прошу прощения вот так начнешь и обязательно кто-нибудь позвонит итак дорогие мои друзья еще раз прошу прощения но телефон это дело святое без него никак не получается должна быть в курсе всех событий но и с вами пообщаться хочется поэтому периодически у меня такая история получается мы продолжаем говорить о денежных вопросах поскольку мы этот класс отцепили я знаю что каждому из вас эта тема близка как никогда поэтому продолжим в этом смысле разбираться с теми денежными законами которые нам позволяют привлечь себе деньги разумно ими воспользоваться и в конце концов отказаться от роли вечно просящего как нищий подаяние на паперте попробуем посмотреть на деньги с точки зрения человека умеющего зарабатывать ну или хотя бы в самом начале этого пути человека который позволяет себе мысль о том что он может быть успешным богатым перспективным невзирая на то что в государстве вроде бы не все благополучно и как бы ничего не предвещает но помните наших руках гораздо больше чем вы об этом думаете поэтому продолжим наш интересный и занимательный рассказ мы с вами подняли доска достаточно скучную тему касательно бюджета то есть наших день денежных средств которые мы должны планировать а вот и вы надеюсь уже кое-что поняли в этом смысле дорогие мои друзья конечно это безумно скучно и отношение к бюджету у нас делится на две явно неравные части вот мы разделяемся почему я так говорю бюджет если уже говорить откровенно требует тотального контроля не многие из нас готовы самопожертвоваться для того чтобы рассчитывать дебет с кредитом для того чтобы сверять сколько вы тратите сколько вы не тратите многие относятся к этому пофигистки и так плавно перекачивают во вторую группу которая придается финансовому беспределу кто и успешен из этих двух групп давайте разбираться ну естественно первые да у них жизнь достаточно скучная они получается чахнут над каждой копейкой ведут ей учет расчет не какой то кстати радость нет дорогие мои друзья радость там тоже предполагается если вы разумно распределили свои деньги и если вы придерживаетесь того графика который себе наметили то есть жить по карману не делать излишних трат подойти в общем-то с умом к своим деньгам у вас невольно будут оставаться деньги из всех заветных четырех конвертов которые вы себе завели они будут платно переходить плавно переходить в пятый конверт этот пятый конверт вас безусловно выручает дорогие мои друзья он накапливает иную сумму которую если у вас никаких катаклизмов нет вы можете тратить по собственному усмотрению вы можете купить подарки своим друзьям знакомым и прочее поскольку вежливый человек следит не только за тем сколько подарков подарили ему лично он аналогично относится к датам своих близких родственников и также заветных подруг и друзей так принято в приличном обществе соответственно у вас там уже должно накопляться потихонечку хотя бы на небольшие милые сувениры но они и сердцу будут приятно ваших товарищей тем более близких людей незапланированные траты которые у вас возможны они вами уже спланированы пятым конвертом поэтому дорогие мои друзья вот как хотите так и считайте я вам когда-то приводила пример когда мы говорили о бытовой технике что я покупаю в отделе профессиональной техники цены на профессиональные оборудование например то же самое кухонное и бытовое это две как говорится большие разницы вы прекрасно понимаете почему я так говорю профессиональная техника она гораздо надежнее но и производитель ее создавая вкладывает не только души но и дополнительные средства для того чтобы она действительно была удобной рабочей длительное время и прочее иначе бы в чем разница была разница в том что она более износостойка но за это приходится платить и вот у меня всегда стоит дилемма сколько бы я не пыталась зарабатывать как бы я не стремилась и прочее когда у тебя на хозяйстве достаточно обширная аудитория то есть домочадцы плюс тебе еще надо заправлять автомобиль который ты сподобился купить потом у тебя надо покупать продукты питания и прочее вот когда все это охвачено в результате получается что только волевым решением можно эту технику купить как правило я всегда завожу заветную банку который так много говорю вы не верите что она у меня есть но абстрактно говорить на нее банка это не значит что я завенчиваю крышку и делаю прорезь и туда забрасываю хотя это тоже вариант не из кошечка красивая такая фаянсовая кошечка высокенькая такая сидит на задних лапках у нее днище выбито она предусмотрена была как копилка но считается что когда ты свои свой клад начинаешь разорять неизбежно ты разбиваешь сначала копилку потом собираешь что-то там накопил но мне удалось побить свою копилку аккуратненько выбиваю не дно потом это дно я всегда заклеиваю картоном ровно кусочком таким который закрывает подошву и опять наполняю эту кошечку в результате мероприятия картон остается только оторвать и посчитать сколько в этом накопили так в результате у меня не невероятно трудным путем потому что это себе надо руки укорачивать себе надо заставлять туда складывать и не брать оттуда поэтому в некотором смысле эти накопления они воспитывают и характер но в конце концов кто в доме хозяин вот если так разобраться ну где это видано что моя хотелка мной руководил но если я ее создала визуализировала представила себе что я это желаю но это еще не повод товарищи мои дорогие сесть на шпага то есть я накапливаю был у меня случай который я вам рассказал когда я пошла и взяла кредит но я ведь понимала что мне этот кредит у меня есть возможность выплачивать что я человек ответственный что у меня будет ежемесячные проплаты что этот период я не буду никуда ездить за границу не буду есть какой-нибудь сосиску которая привыкла и так далее то есть это будет жесткий режим экономии на на примерно полтора два года но я-то сознательно на этой еду и понимаю что мне хватит ответственности чтобы довести дело дома к чему я это дорогие мои друзья завела когда мы пытаемся что-то приобрести и начинаем накапливать мы прежде всего начинаем работать над собой победа одержанная над собой самое сладкое самое вкусное самое желанное ничто с этим не сравнится вы будете чувствовать себя королем или королевой у вас будет такое ощущение нирваны и эйфории которые трудно будет обрести за счет чего-нибудь другого поэтому я рекомендую вам попробовать побыть в удовольствие от не только от покупки на от того чтобы в конце концов настолько стойки что вы не распудрили эти деньги по дороге и в конце концов себе это позволили или взяли кредит и выплатили что тоже дорогие мои друзья дело очень интересное нас кредиты балует я ничего не могу сказать очень удобно когда тебя прижали обстоятельства пойти взять деньги в надежде а как-нибудь дорогие мои друзья вы помните у нас в школе мы изучали басни вот басня а это кажется сказочкой она вроде про про непонятно что да образно говоря про непонятно что абсолютно зверушки там что-то делают там леса у ворон сыр ворует там еще что-то вот но понимаете в чем дело басня настолько древна она еще была изобретена неким изопом а изоп у нас жил в древней греции и тому событию как вы понимаете сотни лет уже не одна судно и на сказание то есть перенести человеческие взаимоотношения на зверушек и как бы в забавной форме в стихотворной подать человеку для размышления это прекрасный способ как бы не обидеть но и вернуть человека с небесной земли мера ответственности и мера умения жить одна из самых главнейших конечно басня мимо этого не прошла вы помните басню про стрекозу и муравья все хотят жить хорошо но если забыли я вам сейчас быстренько напомню в принципе я в школе изучали в голове она есть да я некую часть пропущу начнем вот вот уж осень настает стрекоза уж не поет и кому ж на ум придет на желудок пить голодный злой тоской удручена муравью ползет она не оставь меня кум милый дай ты мне собраться силой до вечных только дней прокорми и обогрей кумушка не странно это доработало ли ты лето говорит и муравей ох до того ли голубчик было в мягких муравах у нас песни резать всякий час так ты я без души лето красное все пела ах ты пела это дело так пойди же попляши а вот о чем сказка дорогие мои друзья о чем басня что нам пытались сказать мера ответственности за себя за свою жизнь за свои поступки она же должна быть не только у стрекозы который проучил муравей но и у каждого человека если ты идешь и берешь кредит ты в момент когда берешь их я на радость охватаешь эти деньги ты всегда должен помнить а сможешь ли ты погасить этот кредит что с тобой будет кем ты будешь после этого многие привыкли брать и не отдавать ну что ж дорогие мои друзья вы тоже спите спокойно в принципе это не проблема если вас не поймали и не распяли на позорном столбе но человек должен собой руководить самолично совесть лучший контролер если ваш контролер захворал вот или к вам не успел или вы его вообще где-то забыли на полке рекомендую все таки быть себе более жесткими потому что подобное инфантильное отношение как у стрекозы допустим на кредите вас ничему не научит хотя рано или поздно государство начнет за невыплаченные кредиты отнимать для вас ценные вещи так было есть и будет просто но еще гуманно в некотором степени и допустим еще сразу не рубит с плеча но вот кто-то кто очень сильно хвалит западный уклад да и завидует жутко тому как там люди живут и сколько зарабатывают они ведь должны увидеть и вторую часть морализонского балета там если ты не рассчитался за кредит санкции гораздо более жесткие чем в нашем нелюбимых государств поэтому к чему я веду если можем и говорим за деньги если вы чувствуете себя немощным в плане совладать с деньгами или знаете что вам их нет куда брать очень посоветую вам кредиты не нужны кредиты нужны для думающих и уважающих себя людей кредиты напоминаю балуют но за все приходится платить дорогие мои друзья со временем поэтому если вы чувствуете что взяв вам не с чего будет вернуть ваш путь будет совсем другим вы будете зарабатывать копейку и ровно на эту копейку жить но это будет честно благородно и без всяких экзотических последствий типа отъема жилья и прочих неприятностей арестов вашего имущества или автомобиля и прочее поверьте мне так будет спокойнее во всяком случае но мы о страшном поговорили инфантилизм и деньги вещи несовместные кто страдает подобными детскими болезнями прекрасно должны от них излечиться вот тогда деньги обязательно к ним придут деньги пренебрегают людьми наивно относящимся к жизни они как правило заканчивает как наши стрекоза до того ли голубчик было пока мы пели плясали жизнь прошла ни денег ни флага ни родины ни капитала ни работы приличной очень печальные последствия потому люди ищут виноватых но не будем о плохом как всегда понесло меня по ухабам но потому что собственно говоря говорю от себя как оно есть очень хочется порассуждать и на эту тему в том числе и примеров несчастливых кредитных историй у каждого из нас с вами если уж мы так будем откровенно до конца но предостаточное количество поражешь что-то и с этим делать начать и так дорогие мои друзья чтобы планомерно продолжить нашу беседу еще раз напоминаю четыре ваших конверта который вы в которые вы раскладывать оставшиеся от необходимых вещей сумму то что у вас чистый остаток это ваш прожиточный минимум на целый месяц заступать и выходить за него категорически воспрещается дорогие мои друзья если вы видите что вы проделали в этом деле брешь вы начинаете жестко экономить но не имеете права брать из соседнего конверта в воспитательных целях это так называемый зерновой фонд дорогие мои друзья теперь эти четыре конверта мы называем так как их положено называть зерновой фонд почему зерновой потому что курочка по зернышку клюют там у вас все совершенно все распланировано и только если вы получили избытки излишки с каких-то мест у вас пополняется пятый конверт допустим у вас накопилось пятом конверте и вас нет не обратимо тянет к излишествам вот вы так долго жили как лишениц много себя отказывали но вы же рассчитывали только на те деньги которые вы реально зарабатывать если вам все время не хватает вероятно дорогие мои друзья таков итог вашей работы если вы себя не видите подрабатывающим или работающим на двух работах или исполняющим что-то из-за это получающим деньги через интернет и прочее значит вы довольны своей судьбой плакать над вами мы тогда не будем значит вас это устраивает иными словами пятый конверт вас тянет на какие-то излишества и допустим вы готовы в конце концов пойти и распоясаться очень вам рекомендую воспитательных целях беря на какие-то развлечения явно не связанные с необходимостью из пятого конверта например вы оттуда возьмете 600 рублей образно говорю возьмите эти 600 рублей из зернового фонда в том числе то есть из тех недель которые у вас уже сбалансированы и спланированы для всех необходимых вещей и закупок для чего я вам такое предлагаю вы должны быть наказаны вы же не можете себе отказать в излишестве и допустим у вас в этом конверте есть сумма но это же сумма которая лежит пятом конверте она что не излише касается например но не без того конечно но и в нем же лежат деньги и на пальто да и на стоматолога и на случайную болезнь которая может возникнуть правильно есть более глобальные вещи а вам хочется развернуться так сказать как купец душой пойти и эх но так это их и должно быть наказано значит вы помимо того что берете эту сумму из своего пятого конверта на всякие мероприятия из зернового то есть то что на предметы первой необходимости берете тоже 600 рублей с разных недель и возмещать в пятый вы знаете когда вы это сделаете когда вы представите что у вас там из каждой недели сумма сузилась и что вы еще себе меньше можете позволить вы точно придете к тому же что приходит многие 50 процентов из тех кто попал в такую ситуацию когда взял они вернулись на место и сказали нет не хочу это слишком будет потом мне придется сильно экономить те кто широко кутили и гульнули были наказаны в течение тех прожиточных моментов о которых я говорил они же уменьшились вы например из каждого конверта вынули какую-то сумму для того чтобы компенсировать то что вы вытащили из пятого но это совершенно понятно вот вы говорите да нафига мне это надо я проживу без этого конечно проживете но ведь мы начинали с чего как сделать так чтобы денег вам всегда хватало зарплаты до зарплаты чтобы не только хватало но еще возникли те вещи которые никогда себе не позволяли пальто более дорогой чем обычно поездка за границу который вы мечтали никакого денег не находилась и так далее зубы наконец собой заставлены те которых вы думали и думали что никогда у вас не будут ведь если правильно распределять деньги если правильно научиться жить если вы живете слишком бедно или вам ни на что не хватает дорогие мои друзья это адресовать можете самим себе и решите готовы ли вы еще работать на какой-то работе или например еще на какие жертвы вы готовы для того чтобы у вас была дополнительная сумма если вы не видите себя в этом и себе такого не не прописывайте не допускайте то рассчитывать и тогда только на то что имеете и не мучайтесь никого печальными историями что вам ни на что не хватает есть только два пути дорогие мои друзья либо до зарабатывать дополнительно либо очень экономно тратить третьего никто еще не придумал дорогие мои друзья вот как бы так это исторический факт это взятые из жизни истории и мы не можем ничего сюда дорисовать здесь нет никаких мифических ситуаций которые конечно же происходит с некоторыми людьми шел шел на что-то нашел копал в огороде выкопал горшок ну сколько таких счастливцев но общую массу несчастливых поэтому для тех кому горшок не светит золо там или всякие там сюрпризы видео каких-то лотерей да даже тем кто светит я вам уже говорила если человек не умеет тратить деньги он их тратит на такие пустяки и на атаку мишуру что потом задним числом он очень себя корит он глубоко несчастный в душе человек становится потому что он понимает у него был миллион но из этого миллиона и оказалось он ничего не произвел вообще он не знает куда что делать он просто не знает куда она рассосалась и вот про такие истории а их достаточно много говорят деньги как пришли так и ушли но это просто дорогие мои друзья константа над нашим безумием и таким же безумным отношением к деньгам вот и все поэтому эти разговоры далеко не пустые они опять же растягивают наш мозг вот у нас очередная заложится такая вот борозда и на просто поймем что механизмы общение с деньгами они существуют природе просто мы их отвергаем и говорим что это утопия а я говорю что это есть на самом деле кто из нас прав мы можем понять только опытным путем поэтому даже если вы потренируетесь немного с бюджетом наступите на горло своей песни по поводу того что я так тяжело заработала и имею право тратить может быть у вас появится новый опыт жизненный ну и самое главное деньги опыт не так и для вас важен я же понимаю вам нужны деньги еще одна очень важная поучительная история в самомобилизации записывайте обязательно все свои покупки все до единой от шпильки самой малюсенькой самой незначительной или одной бутылки пива вот возьмите пожалуйста есть такие программки домашние для домашней бухгалтерии в компьютере если нет можете дедовским способом заводите грузбух это собственно книга расходов пишите пожалуйста сколько вы затратили на то или иное у вас есть чеки у вас есть время она теперь у вас есть потому что вы решили этим заняться по другому не будет вот вы пришли супермаркет а допустим у вас там 40 позиций ничего дорогие мои друзья воспитательных целях можно себе позволить записать эти 40 позиций а также стоимость этих позиций а в конце вывести общую цифру проделайте это хотя бы месяц вот попробуйте а в конце месяца посчитайте сколько вы тратили денежек собственно говоря и вы за голову возьметесь что вы там накупили и иногда сумма удивительным образом превышает даже то что вы заработали потому что у вас там где-то была заначка где-то вы перекрутились у кого-то вы подзаняли потому что ну вам же не хватило и вы поймете что у вас что-то не складывается с вашей бухгалтерии нельзя тратить больше чем ты имеешь это уже очевидно а у вас это получается посмотрите на что вы обычно тратить вот от чего можно отказаться я вам точно могу сказать что продуктовой корзине современного человека огромная доля трат отпускается на алкоголь вы вообще посмотрите вот возьмите честными будьте самими собой посчитайте сколько денег вы потратили на эту историю плюс сигареты к примеру можете еще приплюсовать вы возьметесь не то что за голову но еще за что-нибудь потому что это невозможно хотя без того и другого жить можно определенно во всяком случае алкоголь это совершенно не нужная вещь в хозяйстве ни вам ни вашим детям ни обстановке ни вашему образу ни вашему растущему реноме о котором вы так печетесь и хотите выглядеть уважаемым человеком так начинайте уважать себя непосредственно с продуктовой корзинкой алкоголю ноль все вы на него не тратитесь вы пересмотрите пожалуйста свои траты достаточно одного месяца вести полный учет и мозги становятся исключительно туда где они должны находиться ровно там где должно быть у нормального человека и следующий раз когда вы уже в супермаркете жизнерадостно начнете гребать все что вам нужно и не нужно у вас рука начнет дрожать и это первый признак того дорогие мои друзья что мозг пытается контролировать ваши шаловливые руки которые хватает все непопаде и в какой-то момент вы начнете в магазине совершать абсолютно обдуманные вещи я не образец в этом смысле сорваться может любой дорогие мои друзья но я в магазин хожу теперь только по интернету я вам объясню почему у меня есть список я отведу я смотрю у меня последняя банка пасты заканчивается томатной но допустим там без нее можно жить но какая необходимость если я сейчас собираю свою месячную например там продуктовую корзину не должно заканчиваться растительное масло если вы на нем готовите и так далее такие глобальные вещи и вот по этому списку я иду по товарам делаю общую закупку дома смотрю насколько она мне проделает брешь или нет или от чего-то сейчас надо отказаться перекрутиться потому что будет еще возможность то есть как только начинает голова работает в нужном направлении все становится на места я вам точно могу сказать дорогие мои друзья что мы всегда избегаем рутины и скуки ведение бюджета относится напрямую к вот этим двум вещам которые противны исключительно каждому кто живет на белом свете каждому если человек не родился бухгалтером по натуре но дорогие мои друзья и лечение от подобных вещей скуки является лечением момент когда вам постоянно вы живете в безденежье и у никогда нету потому что просто нету и вы всегда говорите вот сколько ни работой ни черта нету государство меня это то это все кругом враги а вы попробуйте еще раз напоминаю попробуйте спланировать свой бюджет но наступите себе на горло но хотя бы на месячишку а потом закройтесь кабинете и обдумайте то что у вас в результате получилось это будет очень поучительно очень государство конечно виновата но поверьте не так глобально как вы об этом думаете и еще дорогие мои друзья душевные мои друзья и подруги поскольку мне написали что вас смотрят не только женщины я обращаюсь теперь всем кто меня смотрит помните дорогие мои друзья кредиты это денежная заманиловка там всегда предусмотрен процент но вы же здоровые люди вы взяли рубль отдадите 10 вам не жалко 9 рублей которые вы положите сверху за то что вы взяли кредит кредит уместен только в некоторых случаях когда вы здравый человек и вам то что вы приобретаете в кредит например механизм или там на какой-то агрегат и прочее позволяет допустим зарабатывать на нем деньги или значительно облегчает труд при этом вы точно знаете что вы это берете на себя и готовы выплатить или вы берете кредит для открытия собственного дела который тоже не скандачка вот я же говорила собственное дело вот приспичило человек начинает с того что берет кредит а потом думает куда его вложить а вот все надо с точностью наоборот вот когда есть бизнес-план и вы просчитали и уверены что именно в это время в которой вы сейчас живете это принесет вам доход вы знаете что это ниша свободно или вы еще там вполне предприимчиво можете развернуться вот только тогда берем кредит в обратном направлении брать его нельзя все остальное дорогие мои друзья заткнуть одну дырку которую проделали берете кредит перекрываетесь и так бесконечно это страшная нагрузка для организма как правило заканчивается тем что самые совестливые загоняют себя в тупик потому что заболевает физически а то перенагрузки морально которые они в себе несут я ждаю вам видео например по поводу болезни которые мы сами выращивают наше нервное состояние стресса и прочее как пушки разрушают наши внутренние органы они нам ничего об этом сказать не могут они могут просто уже испустить последний дух и тогда вы невольно этот недуг себе заметить часто уже весьма и весьма поздно а на самом деле дорогие мои друзья у всех этих проблем одна и наших болезней одна и та же основа мы часто действуем бездумно подобно стрекозом ладно как-нибудь ничего ничего вот я завтра я думаю я так подозреваю я чувствую я слышу свой внутренний голос у меня все будет хорошо иду беру кредит но это заведомо помните пожалуйста вы пошли в селок там конечно вам дадут почему нет очень удобно вам дали рубль а вы должны 10 чего вам не дать они а если не вернули выбьют не удалось выбить поймают голову отобьют но все равно что-то же будет конечно идите туда возьмите и самое главное перестаньте об этом помнить в момент когда взяли деньги этого делать нельзя мы же взрослые люди ответственные уверенные в себе обстоятельств смогут быть огромное количество но как бы ни сложилась наша судьба мы можем привести миллиард аргументов и каждый из них будет в вашу пользу когда вы брали у вас были обстоятельства которые надо было но тогда несите ответственность ни в одном суде ни в одном банке в вашей истории никого не проймут потому что там находится денежные отношения дорогие мои друзья те именно о которых мы говорим поэтому прежде чем совершить шаг в селок и положить туда доверчиво голову всегда включайте мозг если есть что включить вы таких шагов не сделаете никогда а если вы сделаете то вам те же мозги помогут ежемесячно платить хотите вы того или нет вот такая вот история по поводу кредита весьма соблазнительный пирожок там морковка которая висит всегда на веревочке перед носом осла для того чтобы он быстрее шел ну так тогда давайте разбираться все-таки людям или ослы я не случайно об этом говорю кредиты это великое бедствие общество нынешнего и мы всегда уверены и с каким-то просто оптимизмом и фанатизмом движемся к собственному краху и к обязательствам которые не можем выполнить может быть или что-то надо с этим делать или в конце концов решиться встаете перед дверями банка вот уже осталось только войти отойдите в сторону на минуту и подумайте значит так я сейчас беру например 100 тысяч мне надо будет это отдавать а при каждый месяц 10 тысяч я зарабатываю 15 ну абстрактно вы понимаете до 15 до у меня остается для житья быть я 5 тысяч я смогу за них жить платить квартиру есть пить явно что-то не тогда поворачивайтесь и уходить и это будет поступок здравого человека а если в как нибудь пошла все ну так чему тогда удивляться разговоры не пустые мы все равно мы последние инстанции для самих себя внутри нас должны находиться индикаторы по которым будет ну что ли формироваться наши поступки и и там должен все таки сидеть здравый советчик может вы ему давно уже заткрыли рот заткнули чтобы он вам не жужжал начинайте к нему прислушиваться потому что данном случае дорогие мои друзья вот это общество потребителей которые все время мало 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 и которые не умеют общаться с деньгами отвратила от себя деньги мы общество нищих и убогих но на то же есть причины извините что я сегодня откровенно ну а как иначе сказать где-то же в нас внутри сидит вот тот червяк который нам постоянно не дает жить с виду как вроде мы спелое яблочко а внутри сидит гадость так давайте же в конце концов от нее избавимся просто научимся элементарным вещам вот эти вот денежные взаимоотношения это очень древние истории очень древние вот сколько людей столько все вот эти советы существуют на белом свете она не только перекочевывает снова времени в другой умный всегда слышит и правильно распоряжается с собой средствами делается достаточно успешным человеком все остальные как слепые котята шнурят там в этом пространстве делать что попало переворачиваться как ногами летает в пропасть в общем ведут себя как и должно безмозглым существам поэтому дорогие мои друзья абсолютно пройдя все ипостаси побывав кредиты в том числе выплатив его единожды я сказала спасибо себе за то что я это вытерпела и судьбе за преподанный урок более в кредит не живу я баночку и туда медленно но уверенно пусть это покупка срочится на полгода или на год я может даже сильно постараюсь чем-то себя урежу и придвину этот день но я сама себя контролирую и никому ничего не должна поэтому дорогие мои друзья во избежание нервных перегрузок разрушенных судеб и семей бог с ними с этими кредитами поверьте мне ловушка она хоть сахаром ее посыпь все равно останется ловушкой дорогие мои друзья более я вас конечно утомлять этой темой не буду напоследок могу вам сказать что это все равно тема для размышлений помните пожалуйста что все кто успешен кто является крупным предпринимателем всегда начинал с того что правильно рассчитывал свою первую сумму которая у него появилась в руках поверьте мне другого пути не бывает он и успешен настолько и предприятием умеет руководить потому что он прекрасно понимает сколько он может потратить какое-то предприятие приносит прибыль поверьте мне если вы начнете с малого вы тоже можете дорасти до сколь угодно глобальных высот почему я так говорю потому что хоть в малом хоть в крупном работают одни и те же механизмы нельзя тратить больше чем ты зарабатываешь надо вкладывать где деньги в предприятия которые тебе приносят доход кульку ты уже дорос до этого собственно говоря вопроса и приумножать свою прибыль но если вам не во что вкладывать и вы себя в этом не видите то хотя бы научиться правильно рассчитывать бюджет рассчитывать на те средства которые к вам приходят это очень занимательная и поучительная история и знаю таких людей которые вылечивали себя от излишеств легко и просто ничего не теряя при этом она а наоборот приобретает потому что они начинают ездить куда они хотят все хотят ездить за границу в турцию должен съездить хоть хоть один раз жизни но каждый человек почему даже вот порадовать себя тем что ты в течение какой-то времени не только сложил не только не потратил но и превратил это в то удовольствие которое потом ты получаешь от отдыха это уже подвиг это достойная цель и достойная вещь для тех кто не видит себя собственном бизнесе потому что тот кто видит себя эти деньги сохраненные приумножит откроет свой магазинчик потом два потом три потом десять потом смотришь он богатый успешный человек но у каждого своя дорога и всем желаю на этом пути счастья но кое-какие вещи надеюсь мы уже усвоили не можем позволять себе много будем жить по средствам но достойная прекрасно без всяких кредитов и прочих излишек с вами была елена